Кадилишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новый сезон зомби-апокалипсиса. Это уже четвертый по счету сезон, но он будет настолько необычный, что вы просто офигеете. Что будет тут такого странного и чем мы будем заниматься в этом сезоне зомби-апокалипсиса, вы узнаете чуть позже, дабы просто не затягивать приветствия. Поэтому, ребята, я бы сразу хотел вас попросить поставить лайк, ведь сегодня у нас выходной, и я даю вам свое слово о том, что если мы сможем набрать 1500 лайков, я сразу же выпускаю новую серию. Ребята, мне нужно просто напросто знать, хотите ли вы новые видео от меня или нет, поэтому просто поставьте лайк, это секунда, но за эту секунду вы действительно сможете мне доказать то, что вы хотите новые видео, и также просто ускорить процесс их выхода. Больше лайков мы наберем, больше видео выходит, ребята, все зависит только от вас, но я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Также каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, это также одна секунда, нажать на красненькую кнопочку с надписью подписка, но за эти две секунды лайк и подписка ты действительно сможешь сделать меня намного счастливее. Но, ребята, мы больше не будем затягивать, и мы сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем начинать наш четвертый по счету зомби-сезон, точнее выживание при зомби-апокалипсисе. Но этот сезон будет очень необычный, то есть в чем будет заключаться его необычность? Это, можно сказать, какое-то реалити-шоу, да. Вспомните голодные игры, где подростков заманивали, точнее приглашали, даже не то, что приглашали, а просто забирали в голодные игры, где их снимали на камеры и транслировали по всему миру, как они там бьют друг друга, как они там выживают и всякое такое. Это будет что-то подобное. То есть, какой-то чувак нас заманил в это реалити-шоу, в зомби-апокалипсис, где нам нужно будет проходить какие-то миссии, и в конечном итоге, как обычно, наша ключевая цель это выбраться с города, точнее с зараженного города. Но, это будет действительно миссии, миссии, миссии. То есть, чтобы нам доходить до какой-то точки, нам нужно проходить миссии. И в конечном итоге, наша главная цель это добраться до своего дома, то есть сбежать с этого города. Нас будут транслировать по телевизору, нас будет смотреть куча людей, и мы будем играть в какой-то степени в прямом эфире. Но давайте познакомимся с самим вот этим безумцем. Кто это, что это и что за правила этого сезона. Привет. Привет, мое имя Ред. Ну, здрасте, мне очень приятно. Я буду твоим... Как это можно сказать? То есть, он будет телеведущим, можно так образно сказать. Тебя будут транслировать на сериал Прайм Тиви реалити... То есть, реальные реалити шоу. Победитель, если мы сможем выжить в зомби апокалипсисе, получит 1 миллион эмиральдов. А, носатые, прям сейчас все завидуют. Поэтому, ребята, этот сезон содержит базовые уровни выживания. То есть, ну, тебе нужен обычный талант, чтобы участвовать в этом реалити шоу. Но все, что нужно, это махать мечом и пытаться выжить против кучи зомби. Так, что дальше? Свой талант и сможешь доказать при этом выживании. Это будет действительно очень интересно. Твоя цель очень простая. Вернуться домой. Как я уже сказал. Будешь ты начинать с квартиры своих друзей. Ночью. Поэтому, ребята, сейчас тут, в принципе, много текста, много текста, много текста. То есть, ты будешь умирать очень много раз. Поэтому, бла-бла-бла-бла-бла, миллионы зрителей будут смотреть тебя по телевизору, как мы будем выживать в зомби апокалипсисе. И поэтому, ребята, в принципе, больше я не буду ничего читать. Больше я ничего не буду переводить. Только потому, что вы уже, наверное, 100% поняли правила, ребята. Вы же поняли. Ну, нету смысла еще раз 100% повторять много раз. Поэтому, ребята, меньше слов, больше дела, мы сразу же идем участвовать в этом сумасшедшем реалити-шоу, где нам нужно добраться домой и выжить при этом в зомби апокалипсисе. Нас будет смотреть куча людей. И победитель этого реалити-шоу получит 1 миллион изумрудов. Охренеть. Прям носатые всем завидовались вот сейчас. Ну что, ребята, первый эпизод. То есть, тут есть 4 эпизода вот этого реалити-шоу. Прям как Дом-2. Ну. Это первый эпизод. Он очень простой. Доберись до своей машины и уедь с города. То есть, сбежать с города. Твоя машина находится на стоянке. Тебе нужно пройти через некоторые места. Пройти вот эти места для того, чтобы дойти до стоянки. Тебе нужно нажимать на золотые блоки, чтобы активировать вот эти места. Все. Очень просто. Поэтому, ребята, мы начинаем. Так, тут у нас уже есть тортик. Бедрум. Бедрум. О, тут у нас туалетик. То есть, видите, ребята, мы реально как в зомби-апокаписе. Мы добываем шмотки. Мы выживаем. И где у нас? Вот. Золотой блок с кнопочкой. Нашу миссию, наше испытание в этом самом месте мы начнем тогда, когда мы нажмем на эту кнопочку. Мы пройдем вот это место только после того, как мы нажмем на кнопочку и убьем всех зомби, которые тут появятся. Поэтому, ребята, сначала давайте облутаемся. Сначала давайте возьмем нужные нам вещи. Удочку, я не знаю, есть ли смысл брать. Тут я еще что-то вижу. Ух ты, нифига себе, сколько мечей. Только они все одинаковые. Кстати. Алмазный топор. Шесть урона, пять урона двадцать пять. Но тут есть кнопбэк. А кнопбэк, в принципе, очень даже полезный. Потому что если много будет зомби... О, круто. Вот это и вот это. Все. В принципе, нам сейчас больше ничего не нужно. Ну что, ребята, вы готовы к нашему первому испытанию. Камеры готовьте. Сейчас мы начнем выживать. О! Так и называется. То есть, квартиры. Да, мы начали выживать. Удачи тебе. Давай посмотрим, что ты сможешь сделать. Ну что, ребята, первые зомби пошли при нашем выживании. Нам нужно их всех перебить. Только сначала, дайте-ка я немного... Сделаю звуки потише. Ага. Вот так, мне кажется, будет намного лучше. Ну что, ребята, нам нужно выживать. Нам нужно выживать. Ой, сейчас. Дайте, дайте. Уху-ху. Сколько их тут уже спамится. То есть, на начале этой карты нас даже предупреждали то, что ты будешь умирать много раз. Поэтому... Поэтому создатели этого... Ух, зомби. Зомби-шоу. Да, реалити-шоу. Создали, ребята, такие чекпоинты, которые будут помогать тебе держаться как можно дольше и воскрешаться, воскрешаться для того, чтобы радовать своих зрителей. Да. Кстати, у нас там... Ой, у нас там в правом углу. Видите, ребята? Пишут, сколько мы уже убили зомби за все наше прохождение. То есть... Смотри, что в чат написало. Продолжай, продолжай. Зрители... Да, круто. То есть, зрителей все встает больше и больше. То есть, все-таки наша передача реалити-шоу зомби-покальтисом набирает популярность. Один меч уже сломался. Ребята, вы в курсе то, что они будут спаяться? Так, спаяться, спаяться. И нам нужно их всех перебить. Офигеть. Вот смотрите, сейчас мы убили 13... Ладно. Сейчас мы убили уже 15 зомби. И умерли 2 или 3 раза. Нам все пишет... Вот видите, ребята, в правом уголке. Там вся инфа. Поэтому, ребята, следите за нею. Вы будете наблюдать, что мы делаем в этом сезоне. Сейчас давайте мы их всех перебьем уже. Что-то мне написало в чат. То, что... То, что... Сейчас, 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 сейчас. Вот, открылись двери в наш лифт. Поэтому мы можем, ребята... Уходить отсюда, быстренько. Нет! Сбежали. Сразу. Хотели нас убить. Ну что, ребята, мы... Присоединились в главное место, где мы... Где вообще будет начинаться наше выживание. Это был такой небольшой туториал. Но все же, ребята. Ух ты, нифига себе. Нифига себе золо... Какие золотые? Алмазные ботиночки. Никакие не золотые. Надо бы что-то покушать. Но, если честно, я тут еды вообще никакой не вижу. Ладно. Я, если честно, вообще еды никакой не вижу. Ну... Я и скажу то, что это суперская еда. Но все же можно покушать. Так. Что у нас напишет книжечка? Точнее, что нам книжечка посоветовать? Первая страница зомби-апокалипсиса. Как выжить при зомби-апокалипсисе? Подсказка первая. Бери только нужные вещи. Некоторые вещи будут бесполезны. И будут только засорять твой инвентарь. В принципе, я согласен. Поэтому давайте мы уже сразу выкинем и вот это. И вот это, которое реально засоряет наш инвентарь. Дальше. Второе правило. Ну давай, мастер. Ну давай, мастер. Как называется вот этот... Вот этот чувак в японских или китайских... Сэнсэй. Во. Сэнсэй. Подскажи нам, сэнсэй, что нам делать. Используй эндер-сундук для того, чтобы хранить твои предметы, твои вещи. Но... Потому что ты никогда не знаешь, что может с тобой... И потом он говорит. Лучше я не буду ничего говорить. Лучше молись, чтобы ты никогда его не повстречал. Кого его нафиг? Ладно. Допустим, мы этого не слышали, сэнсэй. Давай дальше. Третья подсказочка. Когда ты окружен вот этой кучей ордой вот этих зомби, используй территорию вокруг тебя. Ты сможешь просто скрыться и просто укрыться за какими-то препятствиями и просто одолеть зомби. Ну, в принципе, это понятно. Четвёртое правило. Никогда не входи в биоджент. Это лаборатория на краю города. Не важно, что там появится, не важно, что ты увидишь. Просто никогда туда не заходи. Потому что ты не знаешь, что ты там найдёшь. Но если это лаборатория, это конец света зомби-апокалипсис, вирус, который заразил весь мир, весь мир, а это лаборатория, то понятно, что мы там найдём похренеть, что. Поэтому лучше мы даже не будем об этом говорить. Имей друзей. Друзья тебе всегда помогут выжить при зомби-апокалипсисе. К сожалению, у меня друзей нету. Ну ладно, будем одни проходить. Ребята, вы же мои друзья. Мы вместе с вами будем это проходить. Шестое правило, шестая подсказочка. Никогда не верь этому ведущему. Он выглядит очень дружелюбно, но он ударит. То есть при первой же возможности он тебя предаст. Это больно очень. Ну ладно, не будем ему верить. И седьмое правило, всегда смотри за своей спиной. Потому что ты не знаешь, что там может появиться. Может там какой-то нафиг зомби-воз появится или ещё что-то в этом роде. Ну в принципе всё, ребята. Мы же всё пособирали. Больше тут ничего нет. Давайте приоденемся. Вот это сюда поставим. Ага, покушаем. Вот это давайте оденем. И вот это поставим. А кстати, вот что я хотел попробовать. Вот! Я так и думал, что это будет вот так работать. Ребята, вы помните? Офигеть! Вот наш дружок. Вы помните первый сезон, когда многие мне советовали? Эдисон, у тебя есть много косей. Эдисон, на улице гуляет много собак. Приручи собаку, и они будут тебя охранять. Ребята, это возвращение первого сезона. Мы нашли собаку, вырастили в инкубаторе и приручили её. И у неё, это даже не он, это она с именем принцесса. Ребята, лайк, если вам нравятся собаки, если вы любите собаки, если вам нравится то, что у нас в зомби апокалипсе есть собака, с помощью которой мы будем выживать, которая нам будет помогать. Ну что, о, я там сундучок вижу, я там вижу сундучок. Кто ещё не заметил, то вот он, ребята, в вагонетке спрятан. О, хапчик, хапчик всег... Напугался, нафиг. Хапчик всегда поможет, хапчик всегда нужен. Ну что, ребята, что у нас тут находится? Мартинс Букс, то есть книжки Мартина. Это библиотек... Ух ты, нифига себе, вот это реально нужные предметы. Офигеть, протекшн 4, кнопбэк 2. Я где-то видел или не видел, фиг его знает. Ладно, ребята, мы приступаем. Давайте сначала покушаем. Собачка, ой, иди сюда, иди сюда, помощница ты наша, сейчас ты нам поможешь. Ну что, магазин книжек, то есть нам сейчас нужно... Нет, я не хотел тебя ударить по жопе, ну извини. Давай ты мне будешь помогать с одной стороны, а я буду тебя прикрывать с другой стороны. Собачка ты наша. Я надеюсь тоже, что собачка наша не умрёт, ребята. Все мы надеемся, потому что если собачка умрёт, это будет очень печально. Это будет очень печально, если наша собачка умрёт. Ребята, кто смотрел фильм, 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 легенда, я легенда, там, вот, сейчас, 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 дай, 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 я сначала отсюда выберусь, а потом скажу. Ну вот, что я хотел сказать, кто смотрел фильм, я легенда, с Джон, нет, каким Джон, с Вилл Смитом, там, где он тоже выживал при зомби-апокальписе, у него была там помощница собачка. Кто помнит, ребята, кто смотрел вообще вот это? Вот почему-то я сейчас помнил вот это, потому что в этом зомби-апокальписе у нас тоже есть собачка. Офигеть, нам реально тут нужно выживать. Ребят, вы в курсе то, что мы уже умерли пять раз? Или сколько? Читайте также чат, нам же в чат пишет то, что... А, точно, мы же можем отсюда убежать. Ага. Зачем мы будем их всех бить в том маленьком помещении, если мы просто-напросто можем отсюда выбежать и перебить их тут на улице? Вот даже вот тут. Горите, 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 ребят! Я их специально туда затолкнул, чтобы нам проще было их убить. Потому что так намного проще, если мы их будем всякие ловушки подвергать. Во всякие ловушки, нам же даже посоветовали сначала, изначально, то, что используй свое окружение. Потому что оно тебе может действительно очень даже помочь. Ну что, ребята, мы убили вот эту орду зомби. А наша собачка умерла. Привет, я не буду курицу убивать собачка. Ты где, собачка? Нет, ребята, собачка пропала. Нет. А, нифига себе. Нифига себе. Я бы туда забрался, если бы я знал как. Так, жалко, жалко то, что я не могу туда забраться. Ладно, мы уже убили 59 зомби и умрили 5 раз. Что это у нас тут находится? Банк! Это банк! Нифига себе! Так, тут сундучков спрятанных нету, вроде нету. И тут у нас... Слышим, видно, 20% скорости атаки. Я не скажу то, что это много. Но все же пускай будет. Ну что, ребята. Сейчас у нас будет новое выживание. Что у нас тут находится? Я вижу алмазные блоки. Убежище, хранилище. Чувак с хранилища. Иди прочь, я никому не открываю двери. Ну, сиди себе там, мудачок. Так, ну что, ребята. Третье испытание. Еще один золотой блок. Нажимаем. Банк. Он мне в чат написал. Ты активировал сигнализацию. Охренеть просто. Я активировал сигнализацию. Ну, круто. Офигеть просто. И сейчас тут будет куча зомби, да? Когда я... Когда я был ребенком, моя мама сказала мне, никогда не вламывайся в банки. Ну да, твоя мама реально была умной женщиной, но это у нас зомби-апокалипсис, поэтому, как ты знаешь, пофиг. Даже если сигнализация, то полиция не приедет. Ну, разве что мы больше привлечем зомби. Поэтому это еще намного хуже. Ну что, ребята. В принципе, раз мы уже вломились в этот банк, то нам нужно его расчистить. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот я... Как я не люблю вот этих мелких? Они такие назочивые, я не знаю, настырные нафиг. Главное, чтобы нас не прессовали. Потому что если нас прижмут к стене, все, ребята, нам попа, как это было в книжном магазине. Иди сюда, зараза мелкая. Если ты пытаешься получить популярность, то ты делаешь, что ты продвигаешься очень успешно. Ну, в смысле, в нашем зомби-реалити-шоу, я не знаю, выживании. Потому что все же нам же сказали, не вламывайся в банк, а мы вломились. И хоть тут очень много зомби, которые пытаются с нами расправиться, то зрителям, которые нас смотрят, это нравится. Да, ребята? Так, мне бы что-то покушать. Мне бы что-то покушать. Нам бы еще вот этих всех перебить, и было бы замечательно. Только безрассудный человек пытается вломаться в банк при зомби-апокалипсисе. Сейчас, 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 дайте, дайте я прочитаю, дайте я прочитаю. Но она уже утихла. Поэтому, в принципе, ты можешь выбираться с этого банка. Никогда не пытайся сделать это еще один раз. Мы постараемся, мы постараемся. Давайте мы еще вот этих добьем. Вот так всех я перебил, ребята. А нет, не всех. Еще же тут. Офигеть. Ладно. Еще, еще один заходик. Вот так. На зраза. Все. Вот сейчас все. О, кстати, тут двери открылись. Комната 101. Так. Золотые яблочки. Золотые яблочки. Мы насобирали и ушли. А тут, в принципе, комната 102. Тут ничего нету. Этот чувак в своем хранилище все никак не хочет открывать эти чертовые двери. И тут, в принципе, тоже никакая дверь не открылась. Поэтому, ребята, мы можем отсюда проваливать. Больше мы ничего не взяли. Можем покушать. Еды у нас опять нету. Только хлебушек. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Замечательно. Мы можем отсюда валить. Нам бы еще печку найти, чтобы пережарить мясо, которое мы нашли. Но потом, потом. Нам нужно найти парковку. Потому что нам сказали то, что там будет наша машина, с помощью которой мы сможем убежать с этого города. Привет. Павочки у нас есть. В принципе, мы можем скрафтить себе железный меч, что я, наверное, сейчас и сделаю. Потому что у нас остался только алмазный топор и железный топор. А сейчас у нас будет также меч. Круто. Что у нас тут? У-у-у-у-у-у. Изумрудники. Изумрудники. Кстати, там, ребята, кто уже заметил жителя? Тот прям большущий молодец. Потому что вот он, ребята. Когда я сюда бежал, я заметил там жителя. И сейчас я заметил то, что нам дали Изумруды. В принципе, все это заметили. И они называются, то есть, ну, трейдсвиллиджером. То есть, то, что мы сможем с ним как-то потрейдиться. Кстати, тут у нас eat me now. Съешь меня сейчас. Что тут у нас такое? Это уже бредни какие-то пошли Поэтому, ребята, мы продвигаемся дальше Что у нас тут такое? Я, если честно, не вижу никакой таблички Зато я вижу Чаптер Чаптер 1 и 3 Так Нужно очистить инвентарь Как нам чувак советовал Нужно хранить инвентарь чистым Ух ты, нифига себе, сколько еды мы нашли Это круто Нужно хранить инвентарь чистым А, кстати, мы же могли алмазный меч скрафтить Твою фуражку Да, в принципе, сейчас, знаете что? Давайте даже вернемся и скрафтим еще один алмазный меч Потому что вот этот железный меч В принципе, не так-то и долго протянет Как мне кажется Поэтому алмазный меч даже нам поможет Вот так, замечательно Все Сейчас, сколько там уже времени серия идет? Мне кажется, то, что сейчас можно уже будет заканчивать Но давайте мы еще одну комнату пройдем Еще одну миссию Еще один участок Называйте это, ребята, как хотите Ох, кстати, сундучок Так, что у нас тут есть? Ух ты, нихрена себе Шарпнесс 3 Тут урон даже больше, чем в алмазном мече Ну, это же Ну, как это перевести? Трэши Ну, это мусорный золотой меч, может, так Который ничего не стоит Все То есть Он ничего У него куча зачарований Вот этого всего Но он бестолковый Потому что он быстро сломается Давайте вот это все выкинем Итминау Вот это вот это И возьмем реально полезные вещи Я думал, тут сундучок будет спрятанный Но тут ничего нету А-а-а-а-а. Подожди. Я пойду и найду что-то для того, чтобы ты смог перебираться через вот этот забор. Чувачок, поторопись нафиг. Поторопись, потому что зомби-то ждать не будут. Может, может... Ты не можешь меня подождать, но зомби ждать не будут. Они же будут приходить со всех сторон и пытаться нас убить. Ай-я-я. Сколько мы уже их убили? 105 зомби, нафиг. 106, 106, 107, 108 Офигеть, и умерли уже 5 раз Следите за этой информацией Потому что это реально полезная информация И что самое главное, вы в курсе то, что вы со мной можете соревноваться То есть, качайте вот эту карту, ребята Она уже есть в описании, я уже нашел ее специально для вас Уже ее выложил даже в описании Поэтому вы можете ее скачать И также пройти эту карту еще быстрее, чем я Вы можете скачать эту карту И также со мной посоревноваться Убив больше зомби, чем я То есть, вы можете скачать и О, я кстати не заметил Замечательно Вы можете убивать зомби, проходить вот эту полностью всю карту И написать в комментариях, сколько зомби вы убили Если вы сможете убить больше, чем 1000 зомби Ребята, вы прям суперские выживальщики В мире постапокалипсиса Потому что это реально очень сложно Как видите, мы еле-еле дошли до отметки 130 зомби Вот сейчас мы дойдем Вот, 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 вот сейчас Кстати, нам же лук дали Поэтому мы же его тоже можем использовать Так, давайте покушаем Давайте покушаем и посмотрим, что это за лук Ладно, давайте забудем Куда он пошел? Он вообще походу не торопится То есть, ему все там нравится Он выживает себе там То есть, пошел куда-то, нашел Сейчас, нашел какой-то гамбургер В помойке Сидит, кушает себе Эдисон тут Убивает орду зомби О, эдисон сейчас эскейпинг Ага, то есть, мне уже сказали То, чтобы я перепрыг... Во, во, чтобы я перепрыгнул забор Вот так, замечательно Мы убежали О, только тут у нас есть Тут у нас есть житель А туда я вообще никак не смог забраться Иди назад Рейдерс, то есть, ну, я не знаю Ах ты, нихрена себе Вы за мной... Вы за мной следуете? Не надо за мной следовать Не надо за мной следовать Дайте мне сюда перепрыгнуть Круто А я тут... Вряд ли я сюда смогу достать Вряд ли я туда смогу достать Ух ты, нифига себе Ладно, ребята, мне кажется Тут мы уже, в принципе, можем закончить У нас блоков нету, чтобы сюда залезть Поэтому я, если честно, пока что не представляю Как мы сюда залезем Но, э... С этим мы разберемся В следующей серии Ребята, если вы хотите больше Вот этого зомби-апокалипсиса Потому что это реально странный зомби-апокалипсис Это реальное... Ре... Реалити-шоу А, кстати, мы же сюда можем Ха-ха-ха Круто Поэтому, ребята Кстати, тут же стоянка Это будет конец первой части Потому что тут у нас будет машинка Но на нашем пути еще много всяких Испытаний И также приключений Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад Если вы поставите лайк Как я уже сказал Я только что пришел с работы Уставший Но все же я сел и для вас записываю новое видео Чтобы оно вышло на выходные Чтобы я порадовал своих подписчиков Поэтому, ребята Если вы хотя бы поставите один лайк Каждый из вас То я действительно буду очень сильно этому рад Также, если мы наберем 1500 лайков Я сразу же выпускаю новую серию Но если мы наберем больше То я буду только благодарен Потому что чем больше лайков Тем больше видео Тем видео длиннее Не пальмитесь секунду Чтобы поставить лайк Но за эту секунду Ты сможешь решить Когда выйдет новая серия Да Поэтому ставим лайки Подписываемся на мой канал Каждый подписчик для меня как друг Поэтому я всех вас приглашаю Вступить в нашу большую Дружную семью подписчиков Не ленитесь Поставьте лайк Подпишитесь Это только 2 секунды Но вы сможете порадовать Эдисона Да, ребята Я еще раз скажу вам Большое спасибо за просмотр Кто досмотрел это видео до конца То я жму вам руку Потому что вы действительно Заслуживаете уважения Не многие досматривают видео до конца Многие или перематывают Или просто выключают видео Но кто досмотрел Тот реальный Молодец Я еще раз скажу вам Большое спасибо, ребята Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok